приветствую вас ребята даже не знаю чем заниматься в сегодняшнем выпуске потому что дела у нас все такие вечером будут да нам нужно будет обворовать лимара и поговорить со смол до этого времени нам это надо где-то протняться я так подумал что давайте наверно купим сейчас узу риса свитков магии пойдемте донесем эту пещеру помните возле хориниса тем более на до следующего уровня как раз там осталось вода меньше чем 500 опыта то есть как раз по идее мы их завалим там ну хотя нету на уровень еще не подымем ну может быть там еще потом какие-то пару полевых жуков белые вот кросс уровень подымем сможем ручку поднять как бы вот еще у нас станет опять и обучение как раз на то чтобы выучить делать луки стрелы те же самые да там я думаю что это вы сейчас как раз самая такая хорошая идея давай зури 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 сек так с этом помощь мне и саму есть ему продать да вы смотрите ржавый топор к примеру трость и болты карбалету и полдут еще какой-то хлам должен быть да вот если я кольца можно спокойно продавать зачем мне нужно кольцо защиты от огня или кольцо силы духа все но я как бы их даже и не ношу все это полная параша ну и наверно даже и все да все остальное уже при всем может пригодиться там или в той или иной ситуации так вот да вот видите огненный дождь да вот надо маны аж 50 я предлагаю знаете что у него купить я давайте купим эту божественную энергию звезд за 400 золотых книжку купим у него огненные шары и 2 огненных буби беру нас денег почти не осталось представляете просто что-то это вот я думаю самая такая нам сейчас необходимая магия давайте прочтем у нас было мана 26 теперь да теперь у нас мана 28 отлично теперь давайте назад ему продадим эту книжку даман у нас теперь 28 ну все отлично просто мало нам при любых раскладах понадобится да по той простой причине что мы хоть и будем играть за братство за ловкача но магии сена будем пользоваться потому что братство спящего нужно здесь типа как гильдия паладинов как братство паладинов да тоже у них там будет своя боевая магия или своя защитная магия соответственно при любых раскладах если играть возвращение на тяжелом уровне ссорности то неважно там воин ты или мах бана тебе приходится при любых раскладах хотя бы до 100 или 120 раскачать ее надо без нее очень тупо как бы вот ну а насчет денег данном конечно не час понадобится для того чтобы обучиться все тому же двуручному оружию нам где-то 500 золотых понадобится то или около того но я думаю сейчас мы убьем этих бандитов плюс то что там будет еще какие-то сундуки по-любому с каким-то добром у них да я думаю что мы эти деньги более-менее восстановим еще плюс то что мы когда будем красть у лимара у сундуки у него что он тоже будет еще всякие доллары поэтому такое не пропадем но вообще с деньгами я думаю у нас уже более-менее скоро проблем особых не будет потому что мы ступим гильди убийц а там бомб даже самой первой миссии кого бы ты не убивал там по 400 золотых по 700 потом вообще по 1000 до в конце то вообще можно будет такой куш сорвать что мама не горюй поэтому только будет такое или убийц вообще до желательно проходить еще в первой главе потому что во-первых дают очень неплохие доспехи кстати говоря я думаю что эти доспехи будут как раз на ловкость скорее всего во вторых тут реально очень можно очень много поднять день уже которые нам реально необходимы поэтому гильди убийц но я и в слышен крафт когда проходил да я тоже как бы первым делом сюда вступал гильди убийцы проходил там все полностью я вот помню когда первый раз запускал возвращение слышен крафт я все спешил все пытался нахрапом сделать и конечно потом понял что тут наоборот надо все очень медленно и взвешено делать так я предлагаю знаете что взять огненную бурю выманить этих двух придурков и потом сразу же двоих их и поджечь огненная буря сразу же может несколько целей косать вот такая протутил надо было бы ману пополнить даме там братишка с тебя подсказывал то что их можно банально даже выманить и расстрелять там и звука когда подняться на возвышенность но блин чуть ли такой впаду их выманивать из то что у там же один из этих братишек тоже сверху у тебя на гусь вполне вероятно что он сможет также по нам стрелять и звука то что запарно а у только один бежит за нами это понял тут потому что если только только один то я вот это буду углевыми шарами убивать конечно ты один братишка а да он один только бежит тогда давайте огненными шарами забьем как мамонта да беги со всех ног а блин не один-то ты задрал ну придурок а ты меня подосрал таки вдвоем они бегут мне маны хоть хватит да беги со всех ног ведь и маны не хватает придурок надо катаману пополнить теперь братишки и со всех ног библи брат он так отлично вас мучает жарда ничего потерпит ну давай говорю да беги со всех ног плохо дело до 2 еще буду с ними верой тут как думаете чуваки так они вдвоем за набегу да а тут вроде бы отстал смотрите да беги со всех ног до авто столько бандит отлично сейчас он пойдет у раздохнуть да так деревянные щиты грубой меч так белый ром пиво рыба и золотые монет но пожалуйста 34 золотых у него было то есть мы уже немножко даже отбили то что потратили плюс то что там не проблема мы как бы себе потом еще раз мутим товаров пока этого придурка нора тоже будем огненными шарами да сколько у нас вообще чего-то давайте посмотрим магию нашу у нас один огненный шар всего лишь остался с этим братишку 2 этих блин а наверно придется его до короче говоря сначала коснуть огненной бурей а потом уже если что-либо ледяными стрелами в зависимости от того сколько у него останется здоровья огненная буря наносит сколько урона 251 огненный шар 151 да поэтому потом если что добьем его ледяными стрелами которые у нас под семеркой давайте так и сделаем братишки так огненная буря до хотя вообще я у того чего кокосного огненной буря она не сильно ты его и потрепала надо дать должного сейчас ты получишь а достал меч отлично давай братан у яманы потратил пипец сколько у меня даже не хватит на ледяную стрелу а хватит у меня кстати вот давайте чуваки достаем лук мы его сейчас добьем и звука как только он скажет еще встретимся ой она более достает о делом придурок о и уровень подняли как раз братаны так шпага бандита самострел бандита болты яблоко шнапс письмо кстати раньше его не было то я точно помню давайте-ка вот что сделаем восстановим наш запас маны и посмотрим что мы там нашли за письмо от этого бандита что я не вижу его а вот письмо да вот оставайтесь на своем месте и не высовывайтесь пока наш человек в ополчении не даст нам знать какова сейчас ситуация в городе д вот скорее всего декста им сказал да по ходу это письмо чисто так да для какой-то там отсылки до для атмосферности но так от него и вряд ли какую-то выгоду смогу извлечь ну что ж отлично уровень мы подняли чуваки у нас сейчас есть 15 обучения до до следующего там помню дофигища да сколько нам до следующего уровня 5000 ну да 5000 опыта это уже конечно так немало еще что 2 вот шкуры какие-то есть эти говоря от шкуры мцесси ну блин ты капец вынимали тут шкуру мракурица хотят оставить я уже была сначала обрадовался подумал вот тут одна шкура будет одну еще заберем вот там вот мне подсказали а возле этого кошелек стальная заготовка стальная заготовка возле этого как его п.п. мне там подсказывали я не помню я говорю о нет то что одна одна шкура будет там где п.п. палатки рядом а другая шкура будет там у тебя бандиты возле фермы сакоба просто с бандитами возле фермы сакоба мы сможем справиться соответственно только когда у нас будет мана 50 мы сможем воспользоваться огольным дождем или штормом так ну что влево 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 вправо вправо так окорок топор золотые монеты 4 болты и две пучки до сундук не густой я чесноря думал тут будет какой-то кстати блин тут же по-моему должна была быть и к этой каменная табличка я что-то так запомнил что в этой пещере должна была быть какая-то каменная табличка тем не менее тут ничего подобного нету странно так нам этом нашли какой-то кошелек давайте сразу же его смотрим 28 золотых блин чуваки да конечно влетел я на бабло хотя 500 золотых я думаю сейчас набьем до продадим этот вот самоострел бандитов то то как я как раз я думаю нас и будет это 500 золотых да мне еще говорили то что нужно будет изучить еще простейшую кузню перед тем как учиться изготавливать стрелы потому что это самое там нужны будут наконечники для стрела их типа надо делать только это при помощи кузни но я так понял что в простейшей кузне можно будет также сделать и отмычки как это было прошлой версии возвращения которые мы играли дам с вашим крафте отмычек лучше конечно тоже опять таки делать одна остальная заготовка стоит 10 золотых из то что их и найти частенько можно вот отмычек купить довольно таки дорого получается помните когда мы у кардифа покупали подкрепиться а ты задолбал тут и жрать хочешь что-то пить хочешь как дитя малая давай хлебушка поедем вот да ну отлично вот еще одну пещерку мы зачислил правда сундучок меня конечно в ней расстроил я думал там хоть что-то будет такое более-менее ценное там вообще полная парашка разве что вода две остальных заготовки нашли это в принципе положительная тема ничего не скажешь сейчас да давайте все это продадим пойдем обучим себе уже двуручку до 30 процентов то есть мы уже будем бойцом в двуручке кстати блин я помню когда играл прошлый раз возвращение помните я бойцом в ручке 30 процентов был поможет только во второй главе блин ну или во всяком случае уже почти во второй главе да здесь смотрите то есть по сути начала игры и мы уже боец то есть очень быстро мы смогли раскачать как это не странно то есть в этом плане даже проще но правда толку от этого посмотрим еще сколько будет да потому что хотя вот лук мы раскачали до уровня обученного до до 30 процентов и в принципе толк есть так стал брата что я даже стоит поторговать не могу представляешь руперт так что у меня есть тебе продать братишка вода грубый меч шпагу бандита одну можно продать так топор так 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 вот деревянный щит самоострел бандита и болты ну да вот 398 вот уже почти пятихатка но хотя именно то что почти а почти как известно не считается одежда еще придется на продавать охотничьи трофеи этого конечно не хотел но я вариантов не вижу вообще а блин а парашка чушь делать то елки-палки 500 золотых надо братишки 500 золотых блин дешевых раздобыть давайте продадим лечить среднее ранение одну штуку принципе зачем и магический не магический зон продавать ни в коем случае не будем он можно принципе какой-нибудь травы продать у нас еще дофигища если драконий корень принял не знаю я сына просто эликсиры силами от и буду учиться делать то что мне жалко будет тратить очки обучения силам не особо не нужно будет с другой стороны такая штука что это сможет пригодиться у того горха давайте продадим две штуки отлично 150 500 золотых у нас есть погнали сейчас скачаем знаешь первым делом сначала двуручку а потом возможно обучимся уже у харада в кузне и у баспера делать луки и у того мужика надо будет еще обучиться делать стрелы как нибудь а это константина тоже видите блин хотела химии тоже надо будет обучиться то капец сколько на всему еще надо обучиться то потому что алхимия тоже на по-любому пригодится надо будет забирать блин на константина потом как-нибудь таки там этот братишка 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 браток это кто такой кстати вирт он уже выпал а можно с ним побазарить мне даже вот интересно что он сейчас скажет что тебе нужно теперь ты служишь в ополчении я и сам до сих пор не могу в это поверить они просто пришли и забрали меня сказали что для защиты города им нужны крепкие мужчины вроде меня а я даже меч в руках держать не умею ну ты же понимаешь времена сейчас непростые ополчению необходима любая помощь а вид у тебя кстати довольно бравый думаю всякий разбойник завидев тебя издалека сразу сбежит куда подальше ты так считаешь да я просто в этом уверен ты сам-то взгляни на себя настоящий лихой рубака даже я тебя немного побаиваюсь ну да наверное ты прав иначе бы зачем они меня сюда притащили тогда тогда хватит болтать я вроде как на посту конечно конечно неси вахту солдат чисто опыта получили прикольно так братишка т.к.к. твои приняли не то нажал да давай начнем обучение так вот двуручно они 75 золотых свой что у тебя я боялся возвращайся когда а это этот паразм до двуручная можно только по 1 поднимать да 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 так 27 28 29 30 отлично так дальше уже видите действие обучения да я понял то может быть выносить повысить а я отдать потом как-нибудь давайте сейчас займемся таки вот таким вот да наконец-то вот у нас теперь двуручное оружие опытные 30 процентов лук у нас вообще 35 а у нас пол бонус от самого лука просто еще дается помните так ну отлично двуручка у нас уже наконец 30 процентов это уже тот параметр с которым можно решать кое-какие задачи так ну что погнали теперь куда куда теперь погнали в обмене ту сторону пошел ну ладно сейчас уже бежим тогда понравится за час к хараду обучимся у него простейший кузне уж по идее нас обучит и у вас перуон нас обучит делать луки отлично отлично чуваки поэтому этой новости я конечно вообще несомненно рада что наконец-то у нас 30 процентов что конечно 30 процентов это уже кое-что такс 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 потихоньку мы раскачиваем сюда раскачиваем нашего братишку так братишка эй что ты хоть а у только продает забудь оба блин автор меня кузнец может обучить-то падла ладно может быть потом как-нибудь может быть как-нибудь потом меня кто-нибудь обучит давать туда пока что к этому братишке пришел то научи меня делать луки хорошо тогда пожалуй начнем со снов главное что тебе следует знать это то что лук состоит из двух основополагающих компонентов древко и тетивы чем лучше качество этих составляющих тем лучше будет лук который ты собираешься сделать каждая древко имеет разные сочетания изгиба и упругости поэтому для изготовления того или иного древко используются разные сорта древесины если ты возьмешь обычное бревно и сделаешь из него лук то он треснет пополам при первом же твоем выстреле следовательно необходимо тщательно подходить к выбору того материала который будет использоваться в производстве теперь насчет тетивы здесь тоже существуют свои некоторые нюансы в основном тетива изготавливается из шкур животных волков кабанов мракорисов или варгов этот материал позволяет тебе сохранять свои свойства натяжения в любую погоду она никогда не размокнет при дожде и не задубеет при лютом морозе правда для этого ее также необходимо будет обработать различными смазками вроде жира или смолы что касается самого процесса производства то тут все просто берешь нужную тебе заготовку древесины клещи и аккуратно вытачиваешь на столярном верстаке само древко затем берешь шкуру разделочный нож и на шкурадере нарезаешь ее тонкими кусками далее обрабатываешь каждый из этих кусков жиром или смолой переплетаешь и высушиваешь их собственно так делается тетива ну а после на том же верстаке собираешь уже сам лук твои первые луки не будут произведением искусства но если будешь долго практиковаться то в общем все придет с опытом но в дальнейшем я смогу показать тебе как делать еще более прочные и смертоносные луки так палки для меня тут так 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 изготав смотри со то и вовый лук так хорошо обучились волну хорошо так пока что больше никаких нету да да где мне взять заготовки из древесины поговори об этом с торбоном наверняка у него их навалом может быть он что-нибудь тебе и продаст а что мне делать с изготовленными луками ну если хочешь что можешь продать их торговцам на площади правда они дадут тебе за них сущие гроши лучше приноси их мне я уверен мы сумеем договориться я подумаю над этим так братишка а где собственно верстак для создавания этих луков 2 очка обучения значит нам потребует значит на то чтобы делать лук нам еще тоже нужны очки обучения то есть на рецепты эти да а ага вот изготовление тативы да 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 татьевая шкура волка до 5 штук погодите а чё за фигня так изготовление луков чтобы создать его лук татьевая шкура кабана и дерево его я древко лука и смола а вода чтобы короткий деревянный лук понравилось татьевая шкура волка обычная древко лука и смола так вот у меня все есть допустим для того чтобы сделать короткий лук я просто для интереса то есть я сделал себе татьевую шкуры волка да а где делать саму непонятно он сказал на том же станке но на этом же станке нету только татьевую почему-то можно делать и все еще мне на колок что лечу мой готовить эти уделка и все то есть шкуры волка ну у меня все ингредиенты шесть правильно у меня есть смотрите это санье вот заготовка из древесины вот у меня есть пожалуйста то татьевая шкуры волка вот у меня есть вот заготовка ясеневой древесины у меня тоже как бы не то есть у меня все эти предметы есть необходимо я же себе нарубал дров почему иначе начни назначить на этом станке значит по идее под другой станок может у него в хате какой-то братом да не не тут ничего тумба еще не понятно у торбина покупать мне смысл эти заготовки да если и как я это сделаю а как они пишут вообще вот допустим так вот для создания татьевые но это понятно шкурадер разделочный нож кусок шкуры и смазочный материал ну древко столярный верстак заготовка из определенной породы древесины и обычные щипцы столярный верстак значит мне нужен столярный верстак пацаны это бревно это не столярный верстак а вот наверно а вот да столярный верстак а он не будет против из я им попользуюсь торгами и заготовить древко для лука ну вот да видите есть древко и волка у меня есть до ингредиенты короткого лука да вот теперь допустим изготовить лук обычный короткий лук да вот есть опытом получили куда копал отлично пойдете сейчас продадим вы эти обычные короткие луки все раздуплились микро щеки как их делать обычный короткий лук этаж говно насколько я понимаю дальше посмотрим конечно всякий случай ну да необходим это урон 15 да 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 мальч основного конечно уши так братан а уж это пропал где такое-то отходится этот да он отходит так это руперт но вообще шелку отсюда может быть он к мотелу типа зашел там по перетирать и еще мотел вот сидит да не нет тут его просто ушел по по направлению суда помните ну ладно короче фиг на него это где-то видел ведерко с водой просто жалко так бы я сразу был впарил бы эту фигню да можно аж попить а так это ведерко с водой нею за и цвете падла а у тебя можно а вот у него положено в офиге отлично отлично так что чуваки дальше делать сейчас только три часа я читали вообще я без понятия чем там заниматься дальше но есть варианты разве что есть вариант до сбегать сейчас туда к проходу рудниковой долины там взять пакет у этого беренгара помните или какого-то абенгар абенгарда взять у него пакет я не знаю вот это разве что такой вариант так вот я хочу продать изготовленные я хочу продать изготовленные луки хорошо давай сюда отлично а вот твое золото вот еще неплохо он нам 100 золотых дал за два коротких ухо между лука между прочим неплохо да можно нормально давай рубить на этих руках почему это же мы сделали только самые отстойные да и при этом нормальные бабки ну да и сбегать к фирме бенгара еще просто было бы очень четко вот с этим чуваком поговорить который там на горе помните который нам может хотя с другой стороны смысл нам изготавливать стрелы учиться да и снова понадобится еще кузня а мы кузню не умеем да в кузне мы не прохавлен да наверно натуре так давайте сейчас так и сделаю давайте начнем загоняем к этому самому бенгару отдадим ему пакет отдадим ему пакет вот и заодно потом можно будет еще и этому лютера отдать пакет и пройти еще квест на гильдию торговцев почему бы и нет по моему идея очень неплохая ну да просто нам до 12 часов точно дать это крутится то и больше поэтому я думаю что мы точно успеем туда сгонять такие дела может быть там по дороге натуре даже зайдем еще в лагере этих сектантов да уже узнать основы что там нам нужно делать для того чтобы они нас приняли к себе посмотрим общем говоря по набираем там клестики дал тоже реально который выпуска мы еще до сих пор даже не пытались до примкнуть к какой-либо там фракции забавно но пока что только то ли делали что проходили левые квеста то помните должен будет быть дикий кабан то это да даже двое видите их там давайте так осторожно пройдем вообще интересно как я дикого кабана и звука завалить реально просто мы двое да если был бы один можно было попробовать это конечно два сразу это довольно таки прискорбно странное дерево пройти нельзя не убрали этот бах я помню он еще был в том совершенно крафте очень сильно не раздражал да посмотрит помнит тупорывы бах там было ты допустим деревья вот это не понаделывали там грудниковой долине особенно и ты когда поэтому идешь там да она типа такое текстурированное что он не может пройти через это дерево смотрите как он держит теперь я копил такого тебе как одноручная держит оцените жесть ваще а с анимация поменялась причем прикольно поменялось да он теперь реально держит это оружие как одноручная ты шо интересно это только для копии или для всего двуручного оружия то есть неважно копия это или еще что-нибудь прикольно вот реально блин а местами игра раздражает на местами на очень сильно радует как это по сути было и раньше так вот еще один из охотников да она нам даст квест на сопящее создание кстати может быть мы этот квест продадим ой пройдем и он нас научит вырезать когти есть такая вероятность нас как раз три очка обучения есть охватить кто ты меня зовут гаан я охотник и работаю на бенгара фермера владеющего этими высокогорными пастбищами я провожу большую часть времени на природе греясь на солнце почему у тебя такой подозрительный взгляд ты носишь наше аквамариновое кольцо ты принадлежишь к кольцу воды именно так приятно видеть в наших рядах нового человека в чем заключается твои обязанности в этом обществе я наблюдаю за проходом и сообщаю кто приходит и кто уходит впрочем с тех пор как паладины приказали закрыть ворота прохода людей здесь немного у тебя здесь просторно да мне здесь нравится но если ты пойдешь вон по тому проходу ты можешь переменить свое мнение если этот клочок земли произвел впечатление на тебя значит ты еще не видел долины рудников что мне нужно знать о долине рудников понятия не имею я видел эту долину только мельком по мне там слишком опасно лучше всего если ты пойдешь туда по проходу держись протоптанной дороге ты можешь пойти либо через большое ущелье либо по дороге через каменный мост второй путь короче и безопасней сейчас когда орки рыщут повсюду нужно быть очень осторожным браток мне совсем не хочется тащить тебя к ведьме целительнице ведьме целительница ее зовут сагитта она лечит фермеров и других людей живущих вне города очень загадочная женщина никому не нравится ходить к ней и все обожают распускать о ней сплетни но если ты заболеешь ты нигде не найдешь лучшей помощи чем у сагитты на ее кухне полный целебных трав ты найдешь ее в лесу за фермой сикоба как охота последнее животное которое мне удалось убить была большая крыса дела идут совсем плохо уже пару дней здесь в округе бродит фыркающий зверь он не только убивает все что движется он мешает мне работать а как выглядит этот опасный зверь я точно не знаю я только слышал фырканье и скрежет его когтей но видел что он может сделать даже волки боятся его одному из них этот зверь даже откусил голову откуда пришел этот коварный зверь откуда-то издалека может быть из долины рудников но я не знаю этого точно я никогда не охотился в долине рудников и не уверен там ли обитают эти монстры сколько ты заплатишь если я убью этого зверя для тебя я отдам тому кто убьет этого зверя все золото что у меня есть 30 золотых монет нищеброд так полно когда его убьем у нас будет обучать его точно не помню кому что в этом роде просто было бы очень клево если бы он нас обучал да я же помо он должен нас обучить вырезать когти хотя я вообще я не уверен приливых раскладах давайте сейчас где-то вот а вот он должен быть неподалеку от этих вот болотных чувачков так сказать это в том направлении создавать его сразу грохнем сдадим квест бенгару чего ты хочешь да 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 вот тут поэтому направлении потом уже если что зайдем болотным чувачкам давайте первым делом убьем фыркающего зверя блин он точно здесь читая что я уже потерялся вот еще зачем на грибочек есть отлично меня поводит а здесь он должен был быть а чуваки неужели я ошибаюсь блин по ходу нет по 2 капец одежда должен быть блин а из головы вылетела по 2 блин так охота просто его грохнуть я живу я просто надежде на то что он бы меня обучил а наверно в том просто направлении да я наверно не туда пошел вот на раз удача да 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 точно точно все что тебе нужно разобрались уйдут кики кабан побежала уйдет пацаны отрабатывайте давайте пацаны давай давай красавчики ребята кстати говоря вот вам и шкура кабана если что сделаем потуски его и вовый лук да привет незнаком то что ты видишь перед собой новый лагерь нашего братства что привело тебя сюда да иди ты сраку я слышал о том что вам нужны люди я хочу присоединиться к вам добро пожаловать братство с радостью примет любого кто ищет душевного покоя если твои намерения серьезны постарайся обратить на себя внимание идола нами ба ты найдешь его во дворе за воротами но ты не должен обращаться к нему до тех пор пока он сам не заговорит с тобой добро добро братишка потом зайду непременно так хорошо дать и мы теперь можем сделать чуваки себе короче говоря и ловый лук возможно он будет очень неплох посмотрим потом так окси тут тоже ведь есть фигня для телепортации так если нас один огненный шар идет интересно просто я смогу завалить этого гребаного снэппера молодого да при помощи огненного шара или все же он будет намного круче чем это проверим ребятки в этом еще и обычные снэперы хоть кстати говоря надо быть поосторожнее нам нужен только драконии встань на месте чтобы я тебя мог пыль ну а завалили братишки клыки 300 опыта и получили запись в бестиарий но тут вообще надо быть поаккуратнее потому что тут рядом снэпер и давайте на лучше заберем грибы и свалим отсюда на его баню до валим отсюда братишки так где-то наш бестиарий 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 драконий снэпер драконий снэпер одно из самых ужасных существ идеальная машина для убийства способная стремительно бегать далеко прыгать и сокрушительно атаковать они напоминают настоящих драконов которые конечно же больше драконных которые конечно же больше драконных снэперов они а в общем виде выглядят также как обычные снэперы но имеют несколько отличительных особенностей пример острые рога на голове и много длинных когтей на лапах как и простые снэперы драконий снэперы на сильных задних лапах бегают на сильных задних лапах цвет кожи драконий снэперов темно-коричневые рога грязно-желтые встречаются драконий снэперы практически повсюду и в скалистых горах и на зеленых равнинах держатся обычно группами и по несколько особей. По одиночке тоже не редкость. Их пищей становится все, что попадется у них на пути. Чаще всего падальщики, волки и овцы. Главным оружием этих рептилий является пасть, которая полная острых зубов. Эти твари очень быстры. Сперва своей стремительностью они застают противника врасплох, а затем наносят единственный смертельный удар. Так, хорошо, пополнили наш бестиарий. Ну что, погнали тогда сейчас к Бенгару. Возьмем у него посылку. Вот. И там же нас заодно найдем Гаана. Обучимся у него вырезать когти. Вот. Планы у меня такие. Ну а потом, возможно, уже сбегаем к этому лагерю болотного братства. Не зря, видите, мы накупили себе свитков разных. К примеру, вот один из свитков нам еще и помог справиться с этим чувачком. Там дальше, да, есть проход. Я знаю, я его в возвращении в Сашинкрафте находил. Там будет каменная табличка, но просто там и кровяные мухи, и волки. Я не знаю, я сейчас там справлюсь, не справлюсь. Плюс то, что там еще и снепперы рядышком бродят, давайте как-нибудь позже туда наведаемся. При любых раскладах я еще все равно не выучил язык зодчих, поэтому никакую из этих табличек прочитать не смогу. Как тебе нужно? Ты здешний фермер? Можно сказать и так, хотя на самом деле я простой арендатор. Вся земля здесь принадлежит одному крупному землевладельцу. Как ты зарабатываешь на жизнь? В основном охота и рубка леса. Ну и, конечно же, мы также выращиваем овец и работаем в поле. Онор навязал мне всех этих работников, и мне приходится чем-то занимать их. Всего несколько из них хорошие охотники, понимаешь? Не случалось ли здесь в последнее время что-нибудь необычное? В последние дни происходит много необычных вещей, но самым необычным было исчезновение Пардоса. Это один из моих рабочих, понимаешь? Он не из тех, кто способен в один прекрасный момент все бросить и сбежать в неизвестном направлении. Что именно в его исчезновении показалось тебе странным? Пардос довольно труслив. Самое большое расстояние, на которое он уходил от фермы – граница дальнего поля. Он трясется от страха даже при виде мясного жука. Я понимаю, выглядят они довольно неприятно, но считать их опасными? А еще говорят, кто-то их жрет. Мерзость. Человек ко всему привыкает. Есть какие-нибудь мысли? Думаю, его похитили бандиты. В последнее время они повадились здесь шастать. Может быть, ему просто все надоело? Работа на полях была всей его жизнью. Я не могу даже представить себе, чтобы он ушел работать к другому фермеру. У меня он получал все, что хотел. Так, братан. Я принес письмо от Лютера на новый заказ. Самое время. Вот. Хм, ну что же, думаю, это мне не составит проблем достать для него. Что-нибудь еще? Он также просил меня забрать прошлую партию товара. Ах, да, конечно. Я уже все подготовил. Вот, возьми этот пакет. И, пожалуйста, не потеряй его. Постараюсь. Будем надеяться. Если встретишь Лютера, передай ему, что новая партия будет готова недели через две. Ты нанимаешь паденных рабочих? Онор увольняет работников, которые не нужны на его ферме. Затем он посылает их ко мне, я кормлю их, и они работают на меня. Все, это мы сделали. Блин, а где Гаан? Я вот помню, что он, по-моему, должен где-то на этой ферме тусоваться, когда отходит от этого места, но вот где именно, что-то я его не вижу. Просто хотелось бы еще поговорить бы как раз с ним, да? Поговорить как раз с ним. Возможно. Ну да, сдать квест, во-первых, а во-вторых, возможно, я жрю. Возможно, он реально с нас будет обучать охоте. Мне бы это очень пригодилось, понимаете, ребята. Ой, кстати, полно тоже должен быть какой-то клад, если я не ошибаюсь, с этого братишки Грега. Где-то в этом месте, или нет? Да, или нет, или да, я вот не помню, просто он помогает, что-то где-то вот за фермой этого Бенгара, по-моему, там должна быть. Но я так... А, вот, да, вот, есть, да. Все-таки склероз у меня еще не такой запущенной формы. Так, вот, нашли мы золотой кубок. Да, склероз у меня еще не такой запущенной формы. Видите, кое-что я еще помню. Блин, а где же этот Гаан, а? Ты падла. Где же ты делся? Братан, а? Пипец. Было бы так четко его еще найти, сдать ему квест, да? Скотина, а? Блин, так его не видали, да? Ну да. В округе. А, вон стоит, ай, показалось. А, вот, да, стоит, да, отлично, я что-то думал, что он где-то здесь был. Вот так отлично, все, чуваки, сейчас давнуто издаем ему квест, возможно, у нас еще обучат охоте, и считайте, что дело в шляпе, будем заканчивать сегодняшний выпуск. Так, братишка. Этот ужасный зверь мертв, я полагаю. 30 золотых кучей. Теперь я опять могу охотиться спокойно. Вот деньги, что я обещал тебе. Блин, нет. Как дела? Говно. Не на что же. Падла. Только 30 золотых дал, и все, представляете, капец, я... Блин, я так старался, чтобы он меня обучил охоте. Ну, скотина, да ты капец, нельзя никого найти, чтобы обучил меня вырезать когти. Разве что тут Гримбольд остался, да, который возле черного тролля, но он, по-моему, обучает охоте только тогда, когда ты этого черного тролля убьешься, я не ошибаюсь. Эх, 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 ну ладно, да, на сегодня у нас, чуваки, в натуре тогда все, а в следующем выпуске тогда, наверное, поговорим еще с этими чуваками из болотного образства, чтобы к ним примкнуть, да. Побегаем тут по округе, и как только наступит на часу ночи, протонемся в Хоринис, вступим в видеоубийцы и обчистим Лемара. Вот такие вот у меня планы. Ну все, чувачки, я вам, как всегда, благодарен за просмотр, за подписки, за лайки, до новых встреч, пока.